Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы вдруг столкнулись с тем, что при подключении телефона к компьютеру телефон заряжается, но не отображается в проводнике, то есть компьютер его попросту не видит и вам недоступны данные, которые находятся на устройстве, это видео вам будет полезно. Далее мы разберем чем же может заключаться такая проблема и как ее решить. Все эти способы относятся к смартфонам и планшетам на базе андроид, однако некоторые из них могут подойти и для устройств другой операционной системы. Итак начнем. А начать пожалуй стоит со следующего, нужно разобраться когда ПК перестал видеть ваш телефон, проблема возникла после настроек или других действий связанных с телефоном или компьютером или же это случилось без каких-либо действий и ПК изначально не видел ваше устройство. Это поможет быстрее понять в чем может быть причина. Прежде чем приступать к каким-либо настройкам советую сперва перезагрузить компьютер и телефон, а затем проверить подключение еще раз. Затем стоит проверить работоспособность USB кабеля, к примеру подключив его к другому устройству, так как причина может быть в банальном окислении контактов или же в повреждении самого кабеля. Еще одной распространенной проблемой может быть повреждение порта USB на самом компьютере. В таком случае попробуйте подключить телефон к другому порту. Если вы подключаете кабель к передней панели компьютера, попробуйте подключить к выходу на задней, так как передняя панель может быть попросту отключена. Также может быть повреждено гнездо на смартфоне, но в этом случае скорее всего телефон и заряжаться не будет. Если вы используете старую операционную систему наподобие Windows XP, то вам придется либо обновиться до более новой ее версии, либо же скачать и установить MTB протокол. Скачать его можно с официального сайта Microsoft, ссылка будет в описании. После установки протокола и перезагрузки ПК ваше устройство должно определиться. А теперь давайте разберем, что же делать, если на вашем компьютере стоит операционная система Windows 7, 8 или 10. Один важный момент для устройств, которые заблокированы графическим ключом или паролем нужно разблокировать подключенный к компьютеру телефон или планшет, чтобы файлы и папки на нем стали видны и проводники. Следующее, что нужно сделать, это убедиться, что при подключении телефона по USB он сообщает, что подключен ПК и не выбран режим, только зарядка. Увидеть это можно нажав на уведомление на экране смартфона при подключении к компьютеру. Если вы не увидели такого сообщения, откройте шторку и посмотрите там, или же найдите пункт меню режима работы USB в настройках. Если же никаких уведомлений о подключении по USB к компьютеру не появляется, сделайте следующее. Попробуйте подключить его к другому USB порту, лучше если это будет USB 2.0, те которые не синего цвета. Если у вас имеются совместимые USB кабели от других устройств дома, попробуйте подключить телефон к их помощи. Как я уже говорил, проблема с кабелем тоже может быть причиной описываемой ситуации. Проверьте нет ли каких-либо проблем с ездом на самом смартфоне, не менялось ли оно и не попадал ли он в воду. Это тоже может быть причиной и решение здесь будет только его замена. Проверьте подключается ли телефон через USB к другому компьютеру. Если тоже нет, то проблема либо в телефоне, либо в кабеле. Или же вы плохо проверили настройки Android. Если к другому ПК он подключается, то скорее всего проблема в вашем компьютере. Если вы все же увидели уведомление о подключении на экране смартфона, то для передачи данных нужно выбрать режим передачи файлов. Если телефон по-прежнему не отображается, попробуйте выбрать другой режим, к примеру камера PTP или что-то подобное. Также хочу отметить еще один важный момент. На компьютере должна быть включена служба обновления для скачивания драйверов для вашего телефона, а также служба обнаружения новых устройств. Для проверки в поиске пишем службы и запускаем его. Здесь в самом низу смотрим состояние техслужб. Центр обновления Windows. Если она остановлена, жмем по службе правой кнопкой мыши и выбираем свойства. Здесь выбираем запустить и устанавливаем тип запуска автоматически, а затем применить. Следующее что нужно сделать, посмотреть установлены ли драйвера для телефона. Для этого открываем диспетчер устройств. Найти его можно, кликнув по меню Пуск правой кнопкой мыши. В диспетчере вы можете увидеть неизвестное USB устройство, и при этом нигде не видно вашего мобильного устройства. Если здесь нет никаких восклицательных знаков, но при этом и нет нашего устройства, попробуйте еще раз отключить его и подключить повторно. После данных действий оно может появиться, а здесь вы увидите такую стрелочку, это значит что оно не задействовано. В таком случае нужно нажать по нему правой кнопкой мыши и включить устройство. Как видите после этого устройство определилось и оно должно появиться в проводнике. Возле устройства еще может стоять желтый треугольник с восклицательным знаком. В этом случае откройте диспетчер устройств, кликните по неопознанному устройству правой кнопкой мыши и выберите обновить драйвер, выполнить поиск драйверов на этом компьютере, выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере. Здесь ищем переносные устройства, отмечаем стандартные MTP устройства, USB устройства MTP. Далее. Да. После телефон должен появиться в проводнике, если это не помогло попробуйте обновить драйвер автоматически. Для этого кликните правой кнопкой мыши по нему и выберите здесь обновить драйвер, а здесь нажмите автоматически. После этого система выполнит поиск наиболее подходящего драйвера для этого устройства. Еще можно попробовать удалить устройство после чего оно должно автоматически приостановиться. Если системе не удалось найти драйвер, откройте свойства, сведения, выберите ID оборудования и по этому номеру найдите подходящий драйвер в интернете. Следующее что нужно проверить это электропитание ваших USB портов. Откройте панель управления, электропитание, настройка схемы электропитания. Здесь выбираем изменить дополнительные параметры питания. Затем ищем здесь параметры USB, параметр временного отключения USB порта и устанавливаем значение запрещено. Таким образом мы запретили отключение питания на USB портах. Применить. ОК. Теперь пробуем работоспособность нашего телефона. Если вы любите устанавливать разные прошивки на свой телефон, случается такое, что устройство может работать некорректно после установки прошивки. Результатом такой прошивки может быть проблема с подключением устройства к компьютеру, в таком случае попробуйте сбросить телефон заводским настройкам. Как сделать такой сброс у нас на канале есть отдельное видео, смотрите по ссылке в описании. Но помните, что все данные которые хранятся на телефоне после сброса будут удалены. Прежде сохраните их, к примеру загрузите на облако или же попробуйте вернуть стандартную прошивку или восстановиться из бэкапа, если у вас такое имеется. В некоторых случаях причиной проблемы подключения телефона к ПК могут быть вирусы. Проверьте ваш телефон на вирусе, в современных моделях есть встроенные утилиты для защиты от вредоносных программ. В таком случае просто запустите ее. Или же скачайте такое приложение с маркетом. Также нужно проверить и сам компьютер, у нас на канале есть хорошее видео о том как удалить любой вирус. Ссылку на него вы найдете в описании. Для обладателей Windows 10 может понадобиться установка соответствующего обновления. Это обновление отвечает за работу Windows Media Player, а данный плеер напрямую связан с нормальной работой MTP службы. Если у вас не установлено данные обновления, вам нужно будет скачать и установить их. Еще причиной может быть ненадежная сборка самой операционной системы на ПК. Здесь поможет только перестановка Windows на рабочую версию. Как видим, проблемы с отсутствием видимости подключенного телефона к ПК могут уносить как программный, так и аппаратный характер. Причем таких проблемных факторов существует немалое количество. Я бы посоветовал сначала обратить внимание на вероятные механические повреждения в кабеле и устройстве, а уж потом переходить на программные методы. Во многих случаях может помочь обычная перезагрузка смартфона или же временное изъятие батареи, если такое возможно. А также работа с настройками USB подключения телефона, если все перечисленное не помогает и компьютер не видит телефон через USB, но заряжается, то вам возможно стоит обратиться в квалифицированный сервисный центр. А на этом все, надеюсь вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.